Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин и сегодня мы с моим соседом Александром Николаевичем выехали вот в поле. Здесь так классно, тихо, чтобы снять вам хороший обзор по трактору DTZ 5244HPX. Напоминаю, друзья, что этот трактор абсолютно новый и на него действует гарантия 3 года. Что по комплектации? Шоу, вот такой вот зип-комплект, сейчас мы вам его покажем. И две вот такие вот книжечки, гарантийная книжка и инструкция по эксплуатации трактора. Здесь все детально, ну основные, скажем так, моменты описаны и так далее. Давайте здесь сейчас покажу, что в зип-комплекте, а потом полностью обзорчик сделаем. Максимально все расскажем, покажем, протестируем передачи все здесь, можно поездить так хорошо. Такая сумочка с логотипом завода Чайнфа. Вот, значит, два фильтра. Это у нас получается топливный. И масляный. Топливный у нас тонкой очистки. Так, дальше. Вот такие вот комплекты уплотнительных колец. Три комплекта. Кстати, я сейчас вам покажу, какие они. Я такие кольца впервые вижу. Посередине металлическая и в середине такой как бы манжет, вареная резина такая. Вот, они стоят, друзья, уже я понял, где. Я переставил на вот этом фильтре грубой очистки вот эту вот трубочку. Она стояла здесь. И получалось очень такой большой изгиб вот этой вот трубки. Ну, то есть, здесь выход или вправо, или влево. Вот, ну, я сюда его перекрутил. То есть, штуцера местами поменял. И получается, что вот они, эти прокладочки здесь на всех штуцерах, ну, разного диаметра. Здесь вот они на топливной системе стоят. То есть, даже масляные, наверное. Ну, я сюда не лазил. А здесь вот уже выяснил, где они находятся. Такие кольца всякие резиновые, разных диаметров. Уплотнительные тоже. Ну, в общем. Так, дальше такой вот вороток. С удлинителем и головки. 24, 21, 18, 16, 13 и 10. Шприц для литола. Я не знаю, честно говоря, как им смазывать. Потому что здесь такой вот наконечник. Ну, возможно, как-то с какими-то нехорошими словами можно и помазать, конечно же. Вот. Потом вот такой вот наконечник еще сюда. То есть, здесь гибкий шланг. Вот. И такой негибкий. Так. Такие два ключа. Шестигранные. 6 миллиметров. И, наверное, 8 больше всего. Что здесь не написано. И таких два быстроразъемных штуцера. Все. Вот это вот, друзья, весь зип-комплект. Трактор. Самое первое меня интересовало. Это колья. Колья здесь регулируется. То есть, переставляются передние колеса, меняются местами. Получается в узком состоянии 1170 миллиметров. В расширенном 1370. Ну, грубо говоря, 1200 миллиметров и 1400 миллиметров. Задние колеса, они разборные. То есть, разбирается вот эта вот середина диска. И там даже можно выставить три размера. 1200, 1320 и 1400 миллиметров. То есть, для наших потребностей, да, вот основная колья это 1200 миллиметров и 1400 миллиметров этот трактор становится. По резине. Передняя резина у нас 6,5 на 16. Фирма Armaur. Какая-то китайская. Вот. И задние 11,2 на 24. Есть модель данного трактора на узкой резине. Задняя я имею в виду. Ну, вот. Ну, знаете, так можно было бы тот взять. Тот даже дешевле там, по-моему, на 100 долларов. Ну, когда этот больше мне по душе. Он такой, знаете, вот сзади у него вот эта вот задняя часть. Уже видно, что это как бы полноценный трактор. Он такой массивный, хороший. По междурядию, там кто-то мне писал, как ты будешь обрабатывать. Я думаю, нормально будет. Потому что у меня сейчас картошка, вот эти вот гребни. Небольшие, то есть трактор свободно. Даже если задом сдавать. Вот. Он свободно помещается. А потом заглубили, один раз прошли. Я думаю, все будет хорошо. Дальше давайте по двигателю. Сердце нашего трактора. Открывается, друзья, капот. Рычажок снизу на себя потянули. Газовые упоры подняли и все хорошо. Слил я воду, залил красный антифриз. Зашло где-то 7,5 литров. Двигатель называется DD390. Объемом 1,9 и мощностью 24 лошадиные силы. Здесь вот все написано. Мощность там в киловаттах. 17,6 киловатт. Генератор здесь стоит без щеток. Мощностью 750 ватт. Стоят два насоса. Один на поднимание задней навески. И другой на руль. Гидроусилитель здесь стоит, друзья, не обычный, такой, как мы привыкли, как в автомобиле. А получается здесь стоит жидкостный. То есть нету продольной тяги. Управление все гидравликой. Он называется гору. То есть не гур, а уже гору. Что это значит? Это значит, друзья, что нету какого-то механического соединения рулевой колонки с передними колесами. Все управляется только с помощью жидкости. Руль очень легкий. Буквально вот мизинцем крутишь и вообще абсолютно никакого сопротивления ты не чувствуешь. Вообще классно управляется. Еще в этой системе есть один такой большой плюс. Вот я покатался и понял, что такое гору. Когда, например, вы переезжаете какое-то препятствие, ну скажем там бордюр, да, вот на обычном рулевом управлении с гидроусилителем, с продольной тягой, вы обязательно почувствуете какой-то, знаете, толчок на рулевое колесо, когда вы по диагонали там переезжаете, да, вот это вот препятствие. Здесь, друзья, чтобы вы не переезжали, никакого толчка в руль, вот можно его даже вот так просто бросить, пустить руль и вы переедете и трактор не отклоняется, то есть руль не крутится. Огромный такой плюс, что на руки, ну, очень хорошо, очень легко все происходит, вот это вот управление трактором с помощью такой вот системы. Эта система работает, конечно же, с заведенным двигателем, но если заглушить, усилие там несколько раз, конечно, увеличивается на руль. Но, скажем так, не дай бог при буксировке доехать можно, то есть руль управляется, колеса управляются рулем даже без заведенного двигателя. Так, бак сверху двигателя, бак на 32 литры. Значит, изначально скажу вам, что у меня вот там вот, где стоит вот этот вот поплавок, то есть указатель, не указатель, а датчик уровня топлива, оттуда немножко потело. Я его снял, герметиком промазал все резьбовые вот эти вот винты, вот, сам вот этот вот датчик с обоих сторон закрутил и все нормально. Даже осталось вот такое вот пятно солярки, ну, то есть нормально. Здесь, как бы, никаких замечаний. Уже мы с Саньком накатали где-то 12 моточасов, то есть трактор сухой, никаких потеков, абсолютно никаких проблем я сейчас не вижу. Ну, одно, что только этот бак, как бы, над клапанной крышкой, и это дает какое-то, скажем так, неудобство регулировки. Ну, лично для меня это, знаете, снять бак и открутить 4 шпильки, там, снять бак, отрегулировать клапана раз там в 10 лет или в 5 лет, кто там их регулирует. То есть я думаю, что это не проблема вовсе. Радиатор алюминиевый, есть такая вот сеточка, которая уже у нас, видите, одуванчиком забита. Расширительный бачок гидроусилителя, вот это вот, Горуштен говорил. Такой вот здесь чуб с метками. Расширительный бачок охлаждающей жидкости, это очень хорошая штука. Ну, объяснять не буду, думаю, все вы понимаете, зачем это все здесь сделано. Аккумулятор Варта китайский, я так предполагаю, что где-то на 75 А, нигде не написано, ну, где-то вот около того. Вот, и выключатель массы, такой интересный, вот, выключили, ключик сняли, с собой забрали. Это смазка, кстати, с завода такая здесь. Ну, типа, никто ваш трактор и не угонит. Вот так вот включается, так выключается. Здесь все написано, он офф. Это система открывания капота. Рычажок. Так вот работает. Везде присутствуют такие вот уплотнители, как на дверях в автомобиле, сверху, с обоих сторон. Я вот этот вот левый уплотнитель даже вставил вот эту вот шланку, которая идет от расширительного бачка. Ну, мне так как бы удобно. Имеются два фильтра очистки топлива, то есть грубой очистки. Кстати, фильтр с датчиком, если вода туда попадет, на щитке приборов загорается лампочка. Там есть два варианта этих датчиков. Есть лампочка, которая постоянно горит, что свидетельствует о том, что воды нету в фильтре. И есть другой, как бы, вариант, когда лампочка уже загорается, это свидетельствует о том, что есть вода. Вот это вот фильтр тонкой очистки и фильтр масла. Выше к топливному насосу идут два тросика. Значит, это ножной газ, ручной газ и закрытие самих планжеров. Это глушилка, так сказать. Насос смазывается отдельно от двигателя, то есть нужно в нем контролировать уровень. Здесь вот такой вот маленький щуп. Вот он. И внизу здесь отдельно для уровня масла в двигателе в самом. Все жидкости в тракторе с завода были залиты, ну скажем так, от минимума до максимума. То есть я ничего не доливал, заменил только воду на антифриз. Сейчас обкатаем, все сольем, поменяем. Одно, что только я долил, кстати, фильтр здесь было, ну буквально там два сантиметра. Я долил по уровень. Там такая чашка снизу. А может быть, давайте я сейчас покажу вам. Вот. То есть вот уровень. Моторное обычное масло. Здесь система очистки воздуха тройная. То есть циклон сверху стоит, потом масло и уже сетчистый фильтр. Значит, есть свечи накала, которые подогревают впускной коллектор или воздух во впускном коллекторе. Включаются они от ключа зажигания. Масло заливается сбоку или сверху. Ну так как сверху бак, вот такая горловина для заливки масла сбоку. Сверху над топливным насосом располагаются вот такие вот предохранители. Кстати, они там вроде бы с какими-то индикаторами. То есть если перегорает вот эта вот нить предохранительная, то светится сам вот этот вот или диодик или что там. Оно сразу видно. Каждый предохранитель подписан, что куда только на английском языке. Так, ну под двигателем все. Сцепление здесь лепестковое, такое как в автомобиле. То есть не обслуживаемое. Разовые установили и там зазор между выжимным подшипником и корзиной. Выставили, ну здесь вот свободный ход, скажем так, с педали и все. И туда не лазит пока работает, пока работает. Если не работает, то уже не работает. Это, кстати, сцепление мне больше нравится, чем вот это вот с лапками, которые нужно каждую лапку отдельно регулировать. Ну и передний мост. Давайте теперь передний, задний, коробка и так далее. Передний мост, друзья, такой вот объема. Ну, я просто вам покажу, а вам решать. Лично как на меня он очень массивный. Гидроцилиндр здесь защищен таким вот кожухом. Он, кстати, находится спереди. Вот ось качения моста здесь вот регулируется. Свободный ход таким вот болтом. Я думаю, здесь еще установить товотницу, чтобы смазывать вот эту вот часть. И сюда, думаю, еще товотнички сделать. Хотя по малому аллу там смотрел, здесь стоят втулки, которые, типа капролоновых, которые можно даже не смазывать. Но я все-таки установлю. Смотрю, ребята там делают. Все, смазывается. Пальцы. И здесь вот тоже масленка на тяге. Вот эта вот часть. Впереди аккумулятора на таком вот выносе находятся грузы. Четыре по 20 килограмм. И мы с Саньком заради любопытства, друзья, их снимали. Ну, один с той стороны. Свешивали, показала 19,5 килограмм. То есть полкилограмма, друзья, плюс-минус. Грубо говоря, 80 килограмм у вас уже висит спереди. Ну, и есть такое вот место, где еще можно один, блин, такой подцепить. С одной стороны и с другой, если нужно. Я думаю, ну, будем смотреть. Нужно, не нужно. У меня есть запасные грузы. Есть такое вот отверстие для пальца, чтобы на всякий случай там или вытащить трактор с какого-то там болота или что-то. Ну, лучше, конечно, перед ком ничего не тягать. И ящик для ключей такой вот инструментальный. У меня в этом ящике будут ключики. Ну, рожковые там всякий инструмент. Вот. И докупил я, друзья, на правое крыло такой вот пластиковый ящик, в котором будут документы там, вода, знаете, фотоаппарат иногда с собой вожу. Он становится просто идеально сюда. Никому не мешает. На колесах еще, друзья, присутствуют вот такие вот защиты тоже вентиля, чтобы, не дай бог, где-то в грязи или там по снегу по какому-то, по замерзшим глыбам вы едете, чтобы не отломало вот этот вот вентиль. Вот тут вот спереди стояла такая для номера, ну, типа табличка, куда можно прикручивать номер. Я ее снял, что переднюю, что заднюю, которая тоже на левом крыле там стояла, потому что, друзья, сейчас, наверное, по новым правилам вот выдают такие номера. Трактор я уже поставил на учет, зарегистрировал, так сказать. Уже такая прямоугольная, длинная, как в автомобиле. Ну, сюда я кронштейники такие вот сделал. Симпатично смотрится. Мне это, кстати, даже лучше, чем вот здесь вот такая табличка, которая, ну, мешает здесь, как бы, обзору и так далее. Так, друзья, теперь по поводу шумоизоляции. Трактор шумноват, скажу вам сразу. Ну, это я уже писал там в одном комментарии, что это плата за двигатель 1.9. Я взял простую шумоизоляцию автомобильную, которая толщиной 4 мм. С одной стороны, типа битума такого, который не горит. Я его даже вот этой вот зажигалкой полил. То есть он дым идет, но он не плавится. А с другой стороны уже там алюминиевая такая фольга наклеена. Вот я наклеил на капот. Это я взял две полоски. Я не помню там какой размер. То есть на бока. Вот. И сверху. Стало тише, ну, сами понимаете, потому что вот это вот сам капот, он как бочка получается. И от него шум уже сам капот издает. Теперь классно. Рекомендую, кстати. И, друзья, давайте я сейчас капот закрою. Сюда мы уже, наверное, лазить не будем. По выхлопной трубе. Слушайте. Глухо. Значит, рассказываю, что я сделал. Снял я вот эту вот защиту. Взял вот эту вот шумоизоляцию, что я вам сказал. Наклеил на сам глушитель. Он горячий, очень горячий. Там я не знаю, какая температура. Ну, вот я езжу, насколько, дня три, наверное, то шумка вот эта вот на глушителе, она никуда не девается. Она не сползает, она не расклеивается. Шум от глушителя очень много идет. Вот самой вот этот вот баллон, тот, что в середине. Кстати, кто-то тоже писал мне, что там прямоток. Нету никаких там перегородок, нет, друзья. Я модернизировал к себе в гараж вот эту вот выхлопную трубу. То есть вершок вот снимается у меня. Смотрите. Вот так вот. И туда, если заглянуть, там уже сетка идет. Перегородка и по бокам такие вот отверстия насверлены. То есть не прямоток. И вместе с тем же глушитель все-таки громкий был. После того, как я вот эту вот всю штуку наклеил сюда. Ну, сами слышите, как. И вот нижняя вот эта вот защита и верхняя. То есть стало тише. Друзья, зеркала. Когда я покупал этот трактор, еще смотрел по видео, ну, думаю, большое такое плечо. И они вот, видите, такая у них как бы вибрация. Думаю, блин, трактор мощный, мотор здоровый. И должна быть вибрация. То есть зеркала. Вот по-любому тут думал, что какие-то распорки там или что нужно мудрить. Нифига подобного. Если, ну, блин, там оборотников 1500, же 2000 дать. То есть они стоят как вкопанные. Вот если вы едете там по какой-то неровной местности, тогда они начинают немножко вот так вот шататься. А так вообще я их даже не буду. Вот так вот оно сделано. Меня это все устраивает. То есть здесь никаких доработок не будет. Так, ну, сцепление я вам сказал. Очень легкое. Смотрите, одной рукой выжимаю. В общем, к управлению мы вернемся чуть позже. Давайте покажем вам задний мост. Навеску, все. Присутствует вот такое цепное устройство, фаркоп. Толщина металла 25 миллиметров здесь. 25 здесь. Тоже кто-то писал, что там 20, а тут 25. Нет, все. Я так понял, что китайцы усилили. И мне лично это внушает доверие. Есть вал отбора мощности, который закрывается таким вот колпачком. Вал отбора мощности здесь, друзья, на одну скорость. 540 оборотов. Лично как на меня этого, в принципе, будет достаточно. Для меня достаточно. Если взять тот же комбайн, то, что у меня картофельный. Там нужны оборотики, чтобы трясло грохот хорошо. То там я буду переделывать передаточное число на грохот. Все вы увидите. Не буду сейчас все рассказывать. Но там немножко доработок будет под этот трактор. 20 миллиметров вот эти вот тяги. Здесь смазываются товотницы на обоих винтах. Растяжки боковые. Смотрите, как регулируется. ЧК вы себе нацепили. Подрегулировали винтом куда-что. Натянули. Зафиксировали. Данная навеска рассчитана на подъем. Где-то 450 килограмм. Около того. Я точно вам не скажу сейчас по памяти. Но есть видео. Ребят, которые эти трактора продают. Они испытывали данный трактор. Ну, не этот, а такой самый. То грузили сюда 820 килограмм, по-моему, да? В общем, 800 килограмм, друзья. И он уже как бы передок начал подниматься. Есть два выхода на дополнительную гидравлику. Ну, это как там, самосвал, прицеп. Или можно сделать на передний отвал. То есть отсюда шлангами вывести. Но они работают, если перекрыть подачу на вот эти вот рога. Тогда уже идет здесь выход. Подача и слив. На навеске есть механизм, который автоматически при подъеме на максимальную высоту отщелкивает рычаг вот этими вот гайками. Выставляете, чтобы поршень не упирал вот эту вот заднюю крышку. И так же самое есть ограничение на опускание. То есть вот таким вот винтом, втулочкой вы стопорите. Когда она опускается на определенную глубину, то есть вы можете ее зафиксировать. Центральный винт вот так вот фиксируется. Такой вот крюк тоже интересный. И тоже есть масленки. Кстати, на гайках вот присутствуют такие вот... Видите, чтобы не ключом его крутить, а вручную подтянули и все. Розетка для прицепа. Пожалуйста. Задний мост такой вот, друзья. Показываем, как есть. Сань, покажи ближе. Полоси какие. Кстати, на вот этих вот оттягах есть еще дополнительные отверстия, чтобы раскосы можно было устанавливать. Ну, то есть два таких основных положения. Сбоку находятся на цепочке шплинты. Очень удобно, кстати. Не потеряются. И сверху тоже самое. Ну, без цепочки. Но они уже, я думаю, никто их здесь снимать не будет. То есть так вот шплинтуются. Кто-то говорил, что вот это вот слабое место, друзья. Я думаю, что если оно подняло 800 килограмм и выдержало, это абсолютно не слабое место. Ну, есть задний свет. В задний свет включается тумблер. Значит, в этом тракторе задняя навеска отдельно от трансмиссии и отдельно от усилителя руля. То есть заливаем отдельно масло в заднюю навеску, отдельно масло в гидроусилитель руля и отдельно масло в задний мост с коробкой и передний мост. Масло, которое циркулирует на заднюю навеску, фильтруется вот таким вот фильтром. Здесь, видите, такая похожая система, как у меня была на японце. То есть фильтр тонкой очистки здесь присутствует на гидравлику. Кстати, он здесь больших таких объемов. Все гидропроводы, смотрите, как проложено. Все закреплено. Хомутики. Хомутики, кстати, с такими прокладками. Вот, видите, такие прокладочки. То есть трубочка не перетрется. Есть передние крылья. Для этого трактора они очень актуальны, так как он бежит со скоростью до 40 километров в час. И очень хорошо, что они есть. Я, конечно, уже обновил вот это вот правое крыло, потому как ложил глушитель вертикально. Ну, здесь было расстояние, знаю, сантиметров 5-7. И когда вот это вот качение моста происходит, крылом достало к глушителю. И немножко вот краску повредил. Семен Семенович. Задние крылья такие мощные. Ну, там видно, что есть ребро жесткости вот снизу. Провода, смотрите, есть такие вот розеточки. Аккуратненько все. У меня на этом крыле, хотя по технике безопасности нельзя, но у меня на этом крыле ездить Александр Николаевич. У него есть здесь такая большая подушка. Он садится возле меня и вперед. Мы обкатываем трактор, кстати, сейчас ездим. Объездили уже весь район, все поля. Вспомнили детство. Сидения здесь, друзья, я разбирал. Вернее, снимал и промазал. Там получается, есть три пружины. Одна снизу, основная. И две дополнительные, которые натягиваются вот этим вот винтом. То есть, если у меня вес 90 килограмм, то я вот эти вот две пружины дополнительные немножко только дотянул и все. Вот. Вот эта вот амортизация, получается, происходит. И там есть такие салазки, по которым ползают туда-сюда ролики. Она, получается, такой вот ромб ходит. И здесь такие два ролика стоят, которые ползают. Я их смазал литолом, нигде ничего. Не пищи теперь и все. Вот, смотрите, слушайте, вернее. Сидение регулируется. Вот, смотрите. Легко, наверное, на роликах на каких-то ездить вперед-назад. Вот это вот мое положение. Есть два подлокотнички. Вот они. Можно вот так вот сидеть себе, отдыхать. Если спинка у вас слишком стоит прямо, можно ее откинуть. Вот, тоже такой вот рычажок есть. Поднимаете и уже можно даже вот так вот. Козырька не хватает. По бокам такие ручки на крыльях удобные, кстати. Классно. В этом тракторе, друзья, мне почти все нравится. Ну, реально китайцы молодцы. Так они как-то все вот это вот подогнали под, ну, под, скажем так, наши требования или что ли. Я езжу вот левой рукой, берусь за крыло, за ручку, а второй вот правой за руль. Или наоборот. То есть какая рука устала. Ну, или ложу вот так вот подлокотничок. Это при обкатке. Все удобно. Видно передние колеса. То есть если ехать по каким-то рядкам, обзор есть, ничего не мешает. Здесь щитков нету. Ну, и по управлению. Степление легко. Присутствуют коврики резиновые. На вот таких вот защелках. Сюда они вставляются вот так вот. Тормоз, кстати, раздельный. Тормоза здесь барабанные. И такая вот педаль ножного газа. Расположение вот этих вот педалей, друзья, вот смотрите. То есть на одном уровне. Газ и тормоз. Пятку можно не переставлять. То есть вот так вот. Справа от меня находится рычаг переключения передач. Здесь их три. И передачу вы не включите или не выключите, пока не выжмете степление. Стоит замок специальный. Передача переключается, вот смотрите. То есть очень-очень легко. Приблизительно как на жигулях, скажем так, знаете. Или на девятке, вот. Вот это вот у меня такой ход. Где-то так. Одно что только вот нюанс, друзья. Вот эта вот тяга. Получается вот эта вот кулиса, вот нижняя труба. Она вот так вот управляет. А вот это вот просто такая вот тяга, которая держит на рычаг. И с одной стороны есть контргайка, вот видите. А с другой стороны, где левая резьба, нет. И получается вот. Вот такой вот люфт. Вот здесь может разбить резьбу. То есть нужно сюда взять, где-то подкрепить левую резьбу на 8 и закрутить. Дальше идет блокировочка. Блокировочка включается только в работе при малой скорости движения. Под правой рукой находится рычаг управления с задней навеской. Вперед это у нас плавающее положение, навеска опущена. По середине это фиксирующее положение. В любом там верхнем, нижнем вы зафиксировали, оно так стоит. И назад это подъем. Рычаг автоматически при подъеме задней навески его выбивает вот такое среднее положение. Удобно, ничего не надо наклоняться. Вот я сижу, достаю сюда, достаю сюда. Слева от меня находятся три рычаги. Первый вот этот ближе к крылу это рычаг диапазон. Он переключается тоже с выжимом сцепления. Вот этот замок, что я вам говорил, друзья, он не дает включиться или выключиться самопроизвольно передачи или режиму. То есть выжимаем сцепление и переключаем. Пониженные, средние и повышенные. Легко все, ну вообще смотрите, никаких проблем абсолютно я не вижу. Средний рычаг это включение вала отбора мощности. Вал отбора мощности на 540 оборотов, еще раз повторюсь. И ближе ко мне это рычаг включения переднего моста. Тоже нужно в движении, так он включается. Немножко, чтобы трактор тронулся, чтобы все это дело совпало. И шлицы зашли в шлицы. И фишка этого трактора это, друзья, вот этот вот реверс. Вот он. Вот я сижу прямо. Я свободно достаю к нему. Включаю вперед, включаю назад. Посредине нейтраль. Чтобы включить, нам нужно его вот в левую сторону вот так вот отвести. Легко переключается. Все управление идет на тягах, без троса. Тросами только ручной газ, ночной газ и кнопка закрытия плинжерной пары. То есть, ну, глушилка, скажем так, в простонародье, да. Дальше регулируется руль не по высоте, а по горизонту, вперед-назад. То есть, если у вас там пузо, живот такой большой, то нужно вам вот так вот, может быть, даже вперед вот так вот установить. Кстати, я так ездил, вот в таком положении, в самом переднем, скажем, руля. Можно даже стоя на нем ехать. Вот, едешь себе. Если уже пятая точка болит, то можно вот так вот ехать. Дальше среднее, то, что как бы под меня. И самое нижнее. Вот так вот можно. Только просто половины индикаторов я не вижу. Есть ручной тормоз. Нажимаем педали ножные тормозов. Вот, я нажал. И фиксируем ручник. Поднимаем вверх и отпускаем педали тормозов. Чтобы снять с ручника, просто нажимаем на педали тормозов. Все, трактор снят с тормозов. Здесь ключи зажигания. Имеется три положения. Первое. Второе. Это у нас уже пошли индикаторы. И третье. Заводится. Заводится только с выжимом сцепления. То есть, повторюсь, как у меня в японце. Это защита от дурака. Это очень хорошая функция. И снизу под замком вот такая вот, друзья, розетка. Можно сюда прикуриватель. А можно какое-то зарядное устройство для телефона. То есть, вывод 12 вольт. Это очень классная штука. Выше поднимаемся. Давайте уже по приборам. Теперь покажу. Да, ручной газ. Вот он. Я его отрегулировал. Там снизу вот это вот снял. Капнул туда пару капель масла. И он теперь, вот смотрите, рукой. Я вот так вот руку ложу. И рукой управляю. То есть, больше, меньше. Удобно. Аварийка. С левой стороны переключатель поворотов. Левый, правый и выключено. Потом габариты. Выключено. Ближний свет с габаритами. И дальний свет. И сигнал. Вот покажу себя с места тракториста. Места здесь очень много. Это самый такой трактор, в котором просто место. Ну, посередине немножко такой вот, конечно, есть. Мостик. Он абсолютно не мешает. У меня на нем стоит, кстати, ногами. Мой малой. С папой катается. То есть, удобно. Все под руками. До всего я дотягиваюсь. Ручки сбоку. Рычаг правый. Рычаги левые. Сцепление. Вот тормоз. Газ. Да. И давайте покажу вам панель приборов. Здесь она как в космическом корабле. Вот я включаю зажигание. И ждем. Много всяких лампочек. Вот. Температура показывает. Цифровой индикатор. Зарядка. Потом обороты в цифровом виде. Здесь вот. Это моточасы уже мы накатали. 12,1 моточас. И топливный бак. Заправка. Уровень топлива. Ну и стрелочный индикатор оборотов. Все это дело, друзья, подсвечивается. Вот если включить габариты, показывается такой вот значок. Потом ближний свет с габаритами. И дальний свет. Вот синий. Видите, как оно. Я переключаю. То есть ночью. Вообще красота. Видно все. Панель приборов мне очень нравится. По поводу индикации топлива. В бак влазит 30 литров. Но пищит и мигает вот этот вот значок топлива. Уже когда в баке остается 10 литров. То есть фактически вот эта вот шкала, она делит 20 литров. Загорается или тухнет по 2 кубика. 2 кубика я уже определил, это 5 литров. То есть 5 литров, 10, 15 и 20. Если последние погасли, потухли, значит в баке остается 10 литров. На руле присутствует такая вот рукоять для быстрого вращения колеса. Тоже удобная штука. Вот и сама вот эта вот крышка заливная, она на магнитиках. Вот они. То есть по неровностях она не скачет. Ключи зажигания в комплекте идут два. Один вот такой вот запечатанный. И само гнездо вот так вот закрывается. Давайте сейчас заведем, покажу какая у него минимальная скорость. То есть на первой пониженной. Это самое главное как бы для меня. Ну и поездим. Заводим. Я жду пока все погаснет. Вот стрелочка она туда-сюда сходила. Все. Выжимаем сцепление и заводим. Еще, друзья, к вам такой вопрос. Кого есть данный трактор? Как лучше ставить нейтраль? На рычаге реверса или на коробке передач с правой стороны? Кто-то мне написал, что если ставить рычаг реверса в нейтральном положении, то получается вся коробка на холостых, она стоит и какой-то вал там крутится на сухую. А если включить реверс вперед или назад, а на коробке выставить нейтраль, то получается все шестерни они смазываются. Масло подбирает и все это дело в смазке. Если кто в курсе, напишите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...